Остается последний зимний месяц, наиболее такой сложный, силы организма обычно уже на исходе, но тем не менее можно укреплять с помощью травяных чаев нашу жизненную силу. Поэтому мы как раз и поговорим о травяных чаях в зимнее время. В зимнее время резко возрастает интерес к горячим напиткам типа чая. Давайте узнаем о полезных свойствах того или иного травяного чая. Все травяные чаи, за редким исключением, лучше готовят в термосе. В термосе со стеклянной колбой. Запомните это. Обычно на одну весовую часть растительного сырья берут 10-15 частей воды. Как правило на траву можно взять 15 частей воды, а если будут корешки, лучше 10. Воду лучше всего использовать настоянную на кремнии или шунгете. Если вы будете пить эти чаи для лечебных целей, то сахар не добавлять. В редких случаях мед или сухофрукты. Особенно я рекомендую сушеные абрикосы. Курс применения травяного чая для профилактики около месяца. После чего его надо поменять на другой, чтобы не было привыкания. Итак, мята. Этот чай полезен при повышенной возбудимости, неврозе, эстетическом состоянии, гипертонии, ухудшении сна. Пить его следует в теплом виде, сразу же после приготовления. Начинайте с минимальной дозировки. Щепоточка на стакан кипятка. Эта доза успокаивает. А вот большие дозы наоборот возбуждают. Запомните это. Мелисса. Этот чай действует подобно мяте, но имеет и свои отличия. Он полезен при неврозах, тахикардии, гипертонии, метеодизме, барнахиальной астме и грибковых заболеваниях. Пить его надо в теплом виде. Тогда он успокаивает, нормализует и снижает давление. При грибковых заболеваниях дозировку следует слегка увеличить, чтобы яснее проявились его антигрибковые свойства. Душица. Этот чай полезен при гипертонии, простуде, эмоциональном возбуждении, подавленном настроении, головокружении, головных болях, подагре, хронических запорах. Он хорошо нейтрализует токсины внутри организма. Пить его надо до еды по стакану, до пяти и более раз в день, но не более трех-пяти дней подряд. Запомни, курс 3-5 дней. А вот почему, внимание, вышеуказанные травы, то есть, напоминаю, мята, мелиса, душица являются женскими. Мужчинам ими не стоит увлекаться, снизится потенция, не стоит увлекаться и беременным женщинам, возможен срыв плода. То есть, они усиливают циркуляторные процессы, в результате чего семя разрушается у мужчин, а у женщин беременность, которая требует какой-то стабильности, такого закрепления, тоже это отрывает. Запомни, то. Ежевика. Этот чай из сушеных листьев полезен при гипертонии, атеросклерозе, гастрите, диареи, ларингите, то есть, воспалении слизистой облочки, гортони и носовых связок, а также опухолях любой локализации. Земляника. Этот чай полезен при подагре, желчнокаменной болезни, повышенной возбудимости и отечности. Пить чаще и равномерно в течение дня. Важно этим чаем промыть организм, поэтому его употреблять надо почаще. Бергамот. Этот чай хорошо уторяет жажду и проявляет бактерицидно-антитоксическое действие. Пить его следует без сладостей, а не наоборот, сушат организм. Запомните, все сладости, особенно сахар в чистом виде, сушат организм. Клевер. Этот чай полезен при легочных заболеваниях, опухолях, учащении дыхания, при заболеваниях почек и хроническом ревматизме. Пить его лучше до еды по стаканам. Раз в пять и более в день. Он способствует введению шлаков и токсинов из организма. А вот такая трава зверовой. И чай из нее полезен при простуде, язве желудка, диареи, колите. То есть воспаление слизистой кишечника. Толстого кишечника в частности. Гепатития, заболеваниях почек, истерии, при истощении нервной системы. Его можно пить с медом или с сухофруктами. При этом обратите внимание, какая сладость подходит вам лучше всего. Лично для меня очень хороши сушеные абрикосы. Вот они дают такую сладость интересную. И я как правило, допустим, где-то на литр воды кладу штук пять абрикосин. Шалфей, это чай полезен при заболеваниях органов дыхания. Отдышки, диареи, колите, сахарном диабете обладает мягким антибактериальным действием. То есть вот и шалфея вообще-то, особенно у кого. А что у кого? Когда сейчас у большинства из нас проблемы с работой желудочно-кишечного тракта. Мы ходим на работу, общаемся с людьми, куча там различных там вирусов на нас. Хотите наброситься грибков и так далее, и так далее. Вот этот чаек-то надо было бы попивать и почаще. Великолепное средство. Шалфеевый чай. Пеларгония или герань. Средневековые врачи весьма восторженно отзывались о геране. Называя ее травой Божьей милости. Чай из ее листьев имеет острый, похожий на мятный вкус. И обладает бактерицидными свойствами. Его рекомендуют при кровотечениях разного рода, при болях в горле, воспалении десен и полости рта, при желтухе, водянке, поносах, а также камнях во внутренних органах. Это средневековое выражение, то есть в почках, в печени, в желчном пузыре, в чевом пузыре. Для кровотворения рекомендуют заваривать и цветы, особенно кроваво-красные. Они более эффективны, чем листья в отношении кровотворения. Для улучшения вкусовых качеств чая рекомендуют герань смешивать с другими травами. Можно подслащивать естественными сладостями. Календула. Чай из календул обладает легким спазмолитическим бактерицидным действием. Он расслабляет спазмированные желчные протоки. И, кстати, так как мы, ну, по крайней мере, я, готовлюсь в ближайшее время, благоприятно в ближайшее время, почистить печень, перед чисткой печени важно сделать подготовочку, которая будет способствовать тому, что если у нас имеются где-то зажимы, спазмы, спазмы латкой мускулатуры, в том числе в области желчного пузыря, в области желчных проток, то вот этот чаечек их расслабит, подготовит к чистке. И вообще способствует тому, что как бы тело расслабится. Если тело напряжено, чистка, особенно в печени, не получится. И благотворное влияет на деление желчи, то есть делает ее текучей. Вот этот чай из календулы рекомендую сейчас, просто-напросто недельки-две, так сказать, на нем посидеть. Этот чай лучше пить с медом, усиливается желчное деление, то есть сама календула и сам мед усиливают желчное деление. Нам надо как раз вот сделать желчь более такой текучей, чтобы она там все это, знаете, начала отходить. Потому что если, вот вы будете когда-то чистить печень, или чистили печень, из вас выходит слизь, такая наподобие водорослей. Так вот эта вот слизь, она может быть, как холодец, более такая концентрированная, более сжата. А ее надо сделать, и она, кстати, стоит в области и желчного пузыря, и внутри печени, сделать ее более такой текучей. И вот это все как раз чай, и почему мы будем столько трав употреблять, для того, чтобы вот этой подготовочкой расслабить желчные протоки, расслабить протоки в печени, значит, разжижить желчь. И там есть такие, которые стимулируют, будем говорить, на, как бы сказать, на продвижение вниз, то есть стимулируют энергетику, которая способствует послаблению. Там это ревень, сено и так далее, такие травы. То есть зачем они нужны? Они нужны для того, чтобы все это мощно сработало, и печень выбросила все это из себя. Вот так что лучше пить с медом, усиливаться желчное деление. Обычно календулы используют в травяных смесях для придания чаю красивого цвета. Ну, допустим, вы ее можете использовать там с шалфеем комбинировать, с листьями ежевики, земляники, пергамота. Можно попробовать и с душистыми травами, душица, мелиса там. И, наконец-таки, чай из ромашки. Великолепный чай из ромашки, мне он очень нравится. Знаете, вот, когда начинается какое-то бурчание в животе, вот это вот, азообразование, еще что-то там такое, что говорит о том, что бактериальная флора ненужная начала активизироваться. И особенно, если еще выпускаются газы дурные по запаху, это говорит о том, что у вас какая-то вот бродильная, гнилая микрофлора начинает брать верх и отравлять ваш организм. Один из лучших чаев для того, чтобы все это дело нормализовать, это чай из ромашки. Чай из ромашки имеет слабый, вяжущий вкус, то, что надо. Обладает бактерицидными свойствами, поэтому приносит быстрое облегчение при расстройствах желудка и кишечника, о чем я говорил. Используется и при гастритах, язве желудка. Им можно полоскать ротовую полость при раздражении слизистой оболочки рта и глотки, а также хорошо делать ингаляции при заболеваниях верхних дыхательных путей. При расстройствах и заболеваниях, связанных с желчным пузырем, с желчными протоками, рекомендуется готовить чай из смеси ромашки и перечной мяты в равных частях. Почему? Смотрите, одно ромашка вяжет, а перечная мята наоборот, она как бы сказать, все это расслабляет. Поэтому, чтобы не было слишком вот это вот, как бы сказать, вяжущего действия, потому что в некоторых случаях, если чрезмерно используется чай с вяжущим вкусом, они тем самым могут препятствовать нормальной перистальтике. А особенно перечисткой печени, они могут ее сделать, будем говорить, протоки дубовыми. И они не будут ни расширяться, ни сужаться. Это важно понимать. И поэтому такая комбинация, видите, нейтрализует одно другое и оставляет полезные свойства, а именно бактерицидные и иные. которые я перечислил. Пить его лучше за 15-20 минут до еды. Он заранее подготавливает желчные протоки и желчный пузырь для выброса желчи на последующую еду. Вот мы с вами и разобрали чайки, которые можно использовать в зимнее время. И я замечу, смотрите, почему разные травы, и, как бы сказать, вот они обладают бактерицидными свойствами, практически все травы. Но каждая трава больше действует на какую-то группу бактерий, вредных бактерий, там, грибков, а какая-то меньше. Она на другую действует. И поэтому, поэтому важно попить различные чайки и подобрать для себя ту траву, которая наиболее благоприятно подходит для вас. То есть подавляет там какую-то микрофлору, которая там имеется у вас. Не каждая трава эффективно действует. Вот лично для меня ромашка прекрасно подходит. А вот, допустим, душица, там, мелиса, как-то, ну, приятно там пить чайок. Но, ну, не то действие. Именно с точки зрения бактерицидной. Так что вы возьмите себе на вооружение эти чайки и в течение всего февраля месяца их попейте и почувствуйте толк. Это прекрасная профилактика против вот этих всех сейчас простудных заболеваний, ангин, заболеваний полости рта, расстройств пищеварения и в том числе и гриппа. То есть такой интересный, широкий спектр окажут вам такие травяные чаи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...